здравствуйте дорогие друзья ребята наконец-то я дошел до темы алкоголя вы так часто спрашиваете алексей какое твое отношение к вот этой субстанции и наконец-то я поделюсь с вами своим опытом я поделюсь с вами своими знаниями относительно этой истории ребята для меня алкоголь это не какая-то далекая тема для меня алкоголь это всегда была тема близкая почему потому что я как и все остальные люди был в той ситуации когда ребята что мы будем пить на новый год ребята а что мы будем пить на день рождения или когда мы едем на дачу или когда тебе плохо ты должен расслабиться или когда тебе что-то напрягает и должен расслабиться или я устал после рабочего дня выпью кая пивка и конечно в этих ситуациях я тоже был ребята даже я больше вам скажу я выпивал со моими приятелями на тот момент по ящику пиво каждый вечер потому что делать было больше нехрен и когда я говорю о том что для меня алкоголь это близкая тема поверьте мне было достаточно выпито этого гаванище для того чтобы я мог с опытом сказать вам как я отношусь к этой истории каждый раз когда мне люди говорят что вот это мой инструмент этому эмоцион это позволяет мне расслабиться я тебе хочу сказать на этот счет херня это все это твои слабые отговорки я был на том же месте и это всегда очень классный инструмент для того чтобы расслабиться когда ты не хочешь работать над самим собой потому что работать тяжело а бухать легко с утра бухать легко в обед бухать легко отмечать день рождения с ублюдками которые тебе может быть даже не родные люди но поселок как вы выпить и нормально водки или вы выпить и нормально коньяку становятся братанами потому что ведь иначе никак потому что больше не с кем а лучше самостоятельно лучше быть самому лучше двигаться развиваться и становиться лучшей версии себя каждый день в одиночестве но без общества этих конченых тварей которые по-другому не умеют жить когда вот эти обрюши и мешки набитые жиром набитые салом а едящий хер знает что попало обсуждающий какую-то нечисть за столом и братан давай выпьем с тобой рюмочку вот это нечисть для меня которую я вспоминаю просто с отвращением когда любое застолье превращается в пьяный дебош когда люди ездят пьяный за рулем попадают в аварии когда по пьяни совершаются какие-то дичайшие поступки что это все такое ребята я с вами делюсь этим опытом и он точно такой же у каждого из вас каждый из нас пил каждый из нас может быть пьет каждый из нас знает родственников близких друзей или товарищей которые сейчас находятся в когтях этой просто отвратительной просто безобразной привычки когда тебя воняет перегаром когда тебе плохо с утра еще хуже когда ты с утра продолжаешь пить чтоб тебе не было плохо это превращается в запой и я считаю что это люди которые больны это люди которые делают собственный выбор в сторону этой болезни потому что без алкоголя они остаются наедине с самими собой и та версия самого себя им ох как не нравится и приходится убегать убегать и топить себя в спирте убегать и топить себя в этой разбавленной бодяге вместе с псевдо друзьями вот это мой опыт который кажется каждому из вас родным потому что все мы находимся в этой ситуации до тех пор пока не отрежем эту нить и не отодвинем этого дерьма стакан от нас подальше и когда ты начинаешь расти над этим всем когда ты оглядываешься на свое прошлое ты понимаешь насколько это было низко каждый раз когда вы сделаете шаг вперед а вот те субстанции те существа остаются на месте а точнее они даже деградируют с каждым днем когда каждый вечер выпивается когда каждый день выпивается когда любой праздник превращается просто в мясо и потом они вспоминают как же мы нажрались вместе вот это деградация и я призываю вас друзья мои не уподабливайтесь этому скоту двигайтесь вперед развивайтесь работайте над собой читайте занимайтесь спортом вместе с друзьями которые будут новые вашей жизни которые по-настоящему разделят с вами эти эмоции вы поймете что такое дружба вы поймете что такое настоящая семья без пьяного угара и ты поймешь что такое настоящее отношение с близким тебе по душе человеком без постоянного бухалого вместе с ним потому что когда он трезвый тебе не о чем с ним даже разговаривать и может говорить о том как вы нажрались или как вы еще будете нажираться потому что обсуждаете чтобы выпить завтра или послезавтра когда ты найдешь настоящих друзей, с которыми тебе не нужно будет топить самого себя в алкоголе, ты раскроешь свой потенциал. Ты станешь по-настоящему свободным человеком. Занимайтесь спортом со своими новыми друзьями. Читайте, развивайтесь, двигайтесь. Те люди, которых называют ботаниками, те люди, которых называют лохами, вот те люди, которые в очках вместе со своими друзьями изначально изучали, как кодить в школе. Сейчас они руководят компаниями, сейчас они руководят корпорациями огромными, это люди с огромными мозгами и невероятным интеллектом, потому что они свою молодость не пробухали, они были, да, теми ложками, на которых те, кто стоял во дворе и пил пиво, говорил, та, лох, ему никто не даст, или что это за лузер, вот эти лузеры сейчас на коне, вот эти лузеры сейчас управляют миром, а тот ничтожный ублюдок, который бухал, тот ничтожный ублюдок, который до сих пор пьет, потому что он считает, что а несправедливо, почему лузерам все достается, а мне ничего не достается, потому что ты пробухал, ты не работал, ты не работал над своим физическим телом, ты не работал над своим разумом и мозгом, ты продолжаешь быть в этой пучине, в этой бездонной яме, расслабленная трофией. Я призываю каждого из вас, кто смотрит это видео, бросайте эту нечисть, чувствуйте себя такой, какой вы есть по-настоящему, не нужно травить себя этими спиртами и расслабляться, учите свое тело, учите свой разум и углубляйте свой интеллект, становитесь воистину хомо сапиенс, людьми разумными, а не людьми, прожигающими свое существование, почем зря. Это мое мнение по поводу алкоголя, друзья мои, если кому-то оно показалось достаточно резким, так это потому, что я чувствую только резкость относительно этой темы. Спасибо вам огромное за ваше внимание, обязательно подписывайтесь на этот канал, здесь нажимайте кнопочку, нажимайте рядом с ней звоночек, все ваши вопросы обязательно пишите в комментариях внизу, мы разбираем каждый и будем отвечать на каждый. Спасибо вам, друзья, а тем временем мы двигаемся только вперед! Субтитры сделал DimaTorzok